Сегодня у двух больших режиссёров в день рождения Крису Коламбусу исполняется 61, а Гая Ричи на десяток лет поменьше. Гая Ричи на десяток лет поменьше. Что у них общего, кроме даты рождения и всемирной известности, выясним у нашего дружественного видеоблогера Ильи Маклауда. Илья, доброе утро. Доброе утро. Тяжело, наверное, сравнивать таких режиссёров, но общее у них точно есть одно. Крутой взлёт с первого фильма. Можно ли так сказать? В общем-то, да. Наверное, у Коламбусу там немножко посложнее было. Он сначала со сценариев начинал. Но, тем не менее, кстати, по-моему, дебютный его сценарий это был «Гремлины». И с этого, да, достаточно известный фильм. Так в детстве увлекался фильмами ужасов, и поэтому написал тех самых «Гремлинов», которые Стивен Спилберг потом экранизировал. Всё верно. Откуда потом пришла идея? Интересно просто. Как от ужаса человек пришёл к настолько смешной и мировой комедии, как «Один дом». Ну, я, насколько помню, он продолжал писать книги. То есть он вместе с тем, что он писал сценарий, он писал книги. Ему нравилось почему-то для детей писать. И вот он решил, что это основная его аудитория. И вот он превратился в такой семейный проект, как «Один дома». «Один дома», «Один дома-2». Да, да. Причём они там сняты буквально в 2-3 года, что-то там, 90-й год и 92-го. И, собственно, до сих пор, по-моему, считается одним из самых таких знаковых фильмов именно на раздельско-новогоднюю тематику. У многих режиссёров есть такая проблема одного, ну или максимум двух выстрелов, да, как скажем, «Один дома», «Один дома-2». У Коламбуса этого не случилось. Были потом более громкие ленты, которые доказали, что он действительно крутой режиссёр. Да. Первые две части «Гарри Поттера», например. То есть, причём, насколько я помню, с «Гарри Поттером» там вообще отдельная история. То есть он был единственным американцем вообще в съёмочной группе. То есть там все-все актёры, все вот эти вот там ассистенты и так далее. Это всё было исключительно на мощностях британских киностудий сделано. А он единственным был американец. Ну вот, тем не менее. Единственный признанный американец, получается, среди всех остальных. До того, как включилась камера, и мы начали разговаривать, ты сказал о том, что Коламбус более известен как сценарист и вообще писатель. Да, да. У него на самом деле, ну если вот мы говорим сейчас как о Коламбусе-режиссёре, да, всё-таки, то есть у него на самом деле фильмов-то не прям так уж много там. Вот. А вот именно как о сценаристе, там фильмов достаточно. То есть там очень много экранизированных его. Ну вот «Гремлина» один из самых известных. Вот. Ну и он продолжает писать, и книги он продолжает писать. То есть он просто известен больше как американский автор. У нас как бы вот именно почему-то американская литература, видимо, не на слуху, но тем не менее. Ну, очень известный автор книг, и в том числе как бы и детских книг. Гай Ричер в последнее время тоже думает о детях, но начинал совсем с других историй, таких дерзких историй, как «Карта, деньги, два ствола», «Большой куш» и так далее и тому подобное. И вот на этой волне, которая сначала поднялась, а потом куда-то спустилась, и его унесло в другие земли. Ну, практически, да. Хотя, с другой стороны, вот предыдущие его работы, да, то есть вот закончили мы вот «Аладдином» непосредственно, да, Гай Ричер. Неожиданно. Да, да, вот. А хотя до этого-то он снимал, вот у него был, по-моему, «Агент-Анк» у проекта 2015 года. Тоже не совсем авторский фильм, потому что там, насколько я помню, это экранизация сериала там 60-х годов. А до этого вполне себе, кстати, было авторское видение Шерлока Холмса в две части, вот с Робертом Дауни младшим. Ладно, у «Коллабуса» мы видим любовь к детям и с любовью созданы истории. А в чем фишка Гая Ричи, с любовью к чему он творил вот эти хулиганские ленты? Да, я думаю, что, скорее всего, с любовью просто кино. То есть, надо понимать, что он начинал-то в 90-е, да, это все-таки считается такое десятилетие, ну, наверное, Тарантиновского больше фильма, да, то есть именно такой постмодерновых комедий криминальных. То есть он там не один был там, и кроме него там другие режиссеры занимались этими темами, и Трой Даффи, и вот непосредственно Га Ричи. И вот, наверное, этим, во-первых. Во-вторых, он открыл как бы кучу, ну, не прямо уж кучу, да, но пару-тройку как бы актеров он открыл. Ну, то есть, например, Джейсон Стэдхэм, это его открытие, вот, например, там, и Винни Джонс тоже, ну, менее известный английский актер, но тем не менее. Из спортсменов люди превратились в... Да, да, один из, по-моему, там, пловцов, а другой из футболистов, да. Прыжки в воду и футболистов, да. Ну, что произошло с ним сейчас? Горячий, ну, я даже не знаю, как это сказать. То есть многие считают, что Пал как бы жертвой капитализма, да, то есть вот Дисней все-то приманило его своими капиталами, и теперь он занимается вот экранизацией мультфильмов. Вот, с другой стороны, все еще ждем, у него, по-моему, какой-то проект еще в дальнейшем авторский запланирован, но сейчас, опять же, вот, вроде как планируется продолжение «Аладдина», и, возможно, Дисней опять его задействовать. К сожалению, вот, грядущий, третья часть Шерлока Холмса у него как бы отняли, он уже не автор там. Но посмотрим, посмотрим, почему это приведет. С другой стороны, каждому режиссеру, наверное, хочется снять фильм, который миллиард собирает в прокате. С одной стороны, да, но Гайя Ичи с фильмом, тем более, «Револьвер» выглядел как режиссер, который гнет свою авторскую линию, никто не понял, на что он хотел донести этой ленты. Да, но, с другой стороны, грубо говоря, и Финчера в свое время за «Бойцовский куб» сначала не поняли, да, потом, как бы, ну, грубо говоря, режиссер, да, Илья Ильич Финчер, как бы, сказал, что я тут ни при чем, это вот автор книги, это Чако Паланников, все вопросы. Вот, ну, сложноватый фильм, действительно, и немножко вот после «Большого куша» прям какой-то контраст был такой, то есть народ действительно не понял, про что был фильм. Но, тем не менее, да, действительно, он как бы свою линию загнул, как бы сказал, «Нет, я снял, отличный фильм, не поняли, ну и ладно». Ну и ладно, займусь коммерцией. Да, да. Спасибо, что были с нами сегодня утром и дали нам разъяснительную беседу касательно этих двух гениальных авторов. Пожалуйста. Пожалуйста. Продолжение следует...